всем привет друзья находимся в украине черниговская область голубые озера отдыхаем с друзьями специально сделал я небольшой тест если вот такой вот у меня ножик мора с углеродкой углеродистая сталь как знаете если ее не делать никакое покрытие на нее то она тут же после какой-то нарезки покрывается ржавчиной буквально считанные часы за ночь этот нож приобретает если ножик мокрый засунуть его в ножны то он за ночь хорошенько покрывается патиной ржавчиной специально для этого вот момента я взял инструмент с собой аккумуляторный и насадочки хочу сделать небольшой эксперимент сравнить полировальные пасты дремелевские и китайского производителя предлагаю одну из сторон лезвия ножа почистить отполировать насадкой войлочной от дремеля и их же полировальной пастой а вторую часть лезвия полируем с вами китайскими насадками и китайской полировальной пастой все очень просто с одной стороны у нас на ручке надпись есть мора здесь мы отполируем ножичек из набора дремель вторая сторона ножика без надписи каких-либо здесь нет полируем пастой и насадкой от китайского производителя продолжим друзья итак сначала предлагаю взять дремельскую насадку берем вот такой вот инструмент прекрасная вещь заточить инструмент полевых условиях так пожалуйста без проблем берем насадочку для войлочного кружочка и одеваем ее давайте ближе камеру поставлю чтобы это все было видно насадочку одели есть у нас такая вот пасточка маленькой такой упаковки посты довольно таки мало в наборе но это только на первый взгляд потому что ну она такой состав имеет ну как бы как я не знаю как вам сказать очень густая ее нужно самая малость чтобы отполировать нам ножичек самая малость необходимо для того чтобы ножик привести в блеск я почему знаю потому что не первый набор у меня дремеля и ну скажем так пользуюсь за ею давно так как-то вскрыли вот пожалуйста одеваем сюда насадочку и можем впрочем работать немножко берем пасточки на насадку на маленьких оборотах набираем пасту на но на на насадку чуть-чуть обороты добавляем и полируем напомнить напомню еще раз полировать будем с вами ту часть лезвия на которая есть на письморах давайте так я от рукоятки до середины лезвия полирую с пастой и посмотрим разницу до и после когда пасту набираем лучше обороты снизить чтобы паста не не разлеталась во все стороны еще что не интересно что у нас есть наборе данном наборе есть у нас такая вот рукоятка рукояткой тоже это же а более удобно пользоваться данными инструментами так скажу происходит такой более четкий контроль и вы как будто продолжение вашей руки инструмент стоит я постоянно буду контролировать идет ли запись до запись идет так что продолжаем нашу работу закрывать Так, сейчас я протру ножичек, и мы с вами посмотрим разницу до полировки и после полировки. Вот слева от вас часть отполирована, справа не полирована. Сейчас постараюсь ловить фокус небольшой, если получится, конечно. Вот эта часть левая у нас отполирована волочной насадкой дремеля и с пастой, а с правой стороны не отполирована. Давайте сейчас закончим эту часть, вторую, чуть-чуть подберем здесь еще, красоту наведем и продолжим. Продолжение следует... 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 то, скажем, раскладные стулья тоже не очень хорошего качества попадаются, то там заклепки слетают, то это все можно срезать без проблем вот таким вот инструментом в считанные секунды. Так, сразу вставил насадочку, ну и сразу впечатление какое. Смотрите, какое избиение от китайца. Давайте проверим. Так, диски полировальные у нас надпись. На самом деле здесь у нас паста. То, о чем я говорил в прошлом видео. Как черт-пудери туда забраться в этой насадке? Вот так что ли? Давайте, наверное, сделаем чуть-чуть по-другому. Я прорежу здесь вот так вот отверстие под винт. И попробуем набрать пасту таким вот способом. Ну, потому что по-другому туда никак не залезешь. Ну, реально. Это разве что ножом выколупать вообще пасту, рассыпать ее по столу и потом пальцами насаживать на насадку. Ну, как-то вот так вот я планирую это сделать. Так, вот наша полировальная паста зеленого цвета. Вот так вот я планирую набрать ее на... Ни хрена не набирается. Давайте будем зарезать полностью вот эту тему. Ну, не скажу, что это есть удобно. Вот такая вот зеленая паста. Давайте буду набирать все-таки на маленьких оборотах. Паста довольно-таки упругая. Не знаю, с чем это связано, почему она такая упругая, но вот сколько я старался, сколько я этой пасты выбрал. Совсем мизер. Давайте попробуем теперь полировать наш ножик с обратной стороны. Он черный, грязный, ржавчий. Попробуем его полировать другой пастой. Так, паста дремеля вот такая вот коричневая. Эта же паста у нас зеленая. То есть мы никак не перепутаем. Поехали, друзья. Словил момент как раз, когда соседи по палаточному городку молчат, музыка не играет. И к тому же мои друзья с палатками, с которыми мы приехали на отдых, тоже где-то купаются, плавают на лодке, загорают на матрасах. Собственно, я один и мне никто не мешает снимать видео. Вот. Это, если так, отклониться от темы. Поехали, друзья. Попробуем полировать. Попробуем. Обороты я ставлю те же. Вон, где-то около 12 тысяч оборотов. Давайте наберем еще пасты. Но есть уже нюанс. Уже небольшой нюанс есть. Я сейчас более подробно сейчас еще один раз пасту нанесу и покажу вам, в чем нюанс вот этой насадки. паста не набирается на войлочный круг. Почему? Потому что войлочный круг зараза уже проскальзивает. давайте более близко я вам поставлю камеру, чтобы было понятно, о чем я говорю. В общем, войлочный кружочек уже благополучно начал проскальзывать. И, скажем так, чтобы набрать пасту на него, нужно приложить некоторые усилия, чтобы войлочный кружочек придавить к самой пасте. Правильно? Ну вот. Но получается так, что ты придавливаешь кружочек к пасте, а войлочный круг уже, собственно, проскальзывает. Смотрите. Давайте еще ближе поставлю камеру. Ну, в общем, вот у нас кружочек. Оборотики минимальные. Набираем на него пасту. Смотрите. Я чуть-чуть буквально прислоняю, а он уже просто останавливается. Ну, грубо говоря, смотрите. Вот. Он уже снимается. То есть он не держится на вот этом вот винте ни в какую. Все по простой причине, что войлочный круг недостаточно жесткий. Он недостаточно плотный. Есть выход из этой ситуации, конечно же. Без проблем. Без проблем. Можем взять один из держателей. Один из держателей для отрезных дисков. Вот такой вот с винтиком. С винтиком держатель. Винтик должен быть довольно-таки длинный, чтобы мы могли продеть насквозь вот этот войлочный кружочек. С обратной стороны мы берем и вкручиваем этот винтик в держатель. Лучше всего, конечно, соединить двумя шайбами с двух сторон, чтобы как-то хоть... Давайте вот это вот... ну вот видно. Он прокрутился напросто, просто-напросто и намотал на себя войлок. Я не прижимал даже, ну скажем, усилия большого не прилагал, чтобы это все сделать правильно. Ну вот он уже как-то крутится. Как-то крутится. Хватит, добавим сейчас. Камера интересно так показывает. Вот. Вот теперь набирает этот сам, этот круг набирает паску на себя без проблем. Давайте так, я камеру наверное себе пересажу на ту сторону, чтобы я не стоял согнувшись и продолжил. Так, продолжаем. Так мне будет больше и более удобно работать. Вот оборотики поехали. для более наглядного такого вот примера давайте еще пасты наберем, потому что потому что пасту дремель я набирал раза три или четыре. Вот эта паста очень непругая, она как я не знаю, как пластилин. Вот так правильно сказать. То есть она не сыпется, она тянется как-то вот. Тянется как ну как пластилин реально. И на ощупь она такая и на консистенции. Так, вот эту сейчас мы полируем, добавляем оборотов. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok